Лето – пора театральных гастролей. Именно летом в городе вдруг можно увидеть такие афиши, что только от одних имен захватывает дух. Думаю, ни у одной меня подобные эмоции вызвал приезд знаменитого театра Моссовета. Минскому зрителю посчастливилось увидеть один из легендарных спектаклей этого театра. «Посчастливилось» – очень правильное слово. Артисты как раз размышляли о счастье. Завораживающая магия спектакля «Мой бедный Марат» по пьесе Алексея Арбузова действует на зрителей практически в любой интерпретации. Что уж говорить о постановке такого именитого режиссера, как Андрей Житинкин, и талантливом исполнении таких ярких актеров современного театра, как Андрей Ильин, Александр Домогаров и Лариса Кузнецова. А что ты делал сегодня? Очень умный. А очень умный сегодня работал на водопроводе. Режиссер уверен, что так, как играет это трио, не играет уже никто. Подробно, не суетно, ничего не педалируя, на нюансах. Несмотря на то, что сюжет строится на военной теме, в постановке преобладает оптимизм. Именно поэтому и сценография решена в белом цвете. И надежда, которую дарят актеры, заставляет зрителя смотреть спектакль, не прерываясь три часа. Мы иногда ее разрушаем, эту четвертую стену, незаметно, чтобы зритель сразу присваивал это себе. Звучит ведь гениальная фраза, даже за день до смерти, не поздно начать жизнь сначала. Лика, Марат и Леонидик. Зима 1942 года в осажденном немцами Ленинграде. Маленькая питерская комната, которая навек соединила наших героев и к которой они навсегда прикипели сердцем. Это вовсе не рассказ о масштабных сражениях и о великих победах. Это тот самый спектакль, который лишает зрителя покоя и задевает самые глубинные струны человеческой души. Она не такая уж простая. Она может быть похожа на многие-многие-многие истории, которые с нами происходят. Но мы иногда на них просто не обращаем внимания. Этой постановке уже 16 лет, а артисты все так же, как на премьере и может быть даже сильнее чувствуют своих героев. А зрители чувствуют артистов. И это единение, пожалуй, самое важное, что можно получить в театре. Вот парадокс. Для меня это парадокс. Вот какая сегодня стояла гробовая тишина. Понимаете, им уху было слышно. Звенящая тишина. И за это огромное спасибо вашему минскому, белорусскому зрителю. К сожалению, сейчас многие хотят переравнять театр к шоу-бизнесу. Но театр был и остается школой переживания. И подтверждение этому такие спектакли. Мой бедный Марат театра имени Моссовета объездил полмира. И в каждой стране публика плакала. А ведь, работая над постановкой 16 лет назад, режиссер и актеры просто делали спектакль к 50-летию победы. Но так как это история любви, а нет ничего более ценного, чем любовь, эта история будет всегда вечной. У Булата Акуджавы есть хорошие строчки. Я клянусь, что это любовь была. Посмотри, ведь это ее дела. Как прекрасно, что существует искусство, которое за несколько часов может вместить в себя целую человеческую жизнь. Где говорят о таких простых и мудрых вещах, как то, что даже за день до смерти не поздно начать жизнь сначала. Что нужно успеть сказать все слова, которые рвут твою душу, чтобы не опоздать.